Сегодня попадает память на сегодняшнее воскресенье новомучников и исповедников Русской Церкви. Вы знаете, что родители должны собирать детям своим какое-то наследство. Нужно оставить детям что-то. Какое-то имя доброе и к этому имени еще что-то земное. Какой-то кусок земли, какую-то хату. Что-то в хате нужно что-то собрать детям. Нельзя бросать детей, как щенков этот жестокий мир, без копейки за душой и без ничего. И наши поколения, предыдущие, которые были перед нами, они нам собрали всем так совокупно. Папа с мамой нам каждому дал кто что мог. А некоторые еще папа-мамы, слава богу, живы, еще дадут нам что-нибудь в завещании своем. Спасибо им заранее. Но поколения тоже дают друг другу что-то. И вот минувшие поколения дали нам такой твердый фундамент возможного дальнейшего бытия. Нашей стране, народу нашему. Это мученики и исповедники. Люди, которые, когда жили до всяких сложностей и страданий, никто из них не думал, что он будет мучеником. Ребенок рождается, никто возле его колыбели не желает ему быть мучеником. Все желают, чтобы ребенок вырос красивым, здоровым, чтобы ему было хорошо, и чтобы все радовались. И он радовался. Но находят такие полосы временные, когда Бог отпускает зло наружу за грехи людские. И в нашей стране много людей отказались отречься от имени Господа Иисуса. Из-за этого некоторые сидели в психушках, некоторые тюрьмы долгие мотали с рака. Некоторые сгинули от голода и тяжких работ в лагерях, в безвестных могилах угребенные. А некоторые были просто убиты, расстреляны, замучены всяко. По части изобретения страданий, люди вообще, к сожалению, очень изобретательные такие существа. Много всякого люди придумали, чтобы больно сделать другому человеку. Поэтому у нас за нашей спиной, с вами, братья и сестры, и всех богатств, накопленных нами, самое близкое к нам историческое, самое важное богатство христианское, Это тысячи простых мирян, которые никому не были известны, а сегодня сияют, как солнышко в Царстве Божьем, потому что умерли за Иисусом. Это сотни архиереев и духовенства тысячи. Простого, обычного, без всяких там, без особых дарований. Ни чудотворцы, ни прозорливцы, ни великие проповедники, просто простые попы. Пошли под нож, как сено под косу. И не отказались от Господа, и с именем Христа ушли из этого мира. И архиереев множество, и царственные страстотерпцы. Сверху всех царь, царица и дети безвинно убитые. Вот мы сегодня совершаем их память. Конечно, нашему народу нужно, безусловно, со временем еще больше к этому обратить внимание. И где бы кто ни жил, от Камчатки до Калининграда, у нас в каждом городе есть свои мученики. Надо их узнавать, надо знать их имена, их могилы, и где, когда их память совершается, чтобы помолиться у их гробов в надежде, что и они Богу помолятся душами своими перед престолом Отца и Сына и Святого Духа. Ну и сегодня, значит, Евангелие, один из исповедников церкви русской, это Лука Крымский, Симферопольский, Святой Целитель, значит, он вот рассказывает в книжке своей автобиографической «Я полюбил страдания». Как у него был такой тяжелый период, когда он не служил. Он только оперировал, преподавал и отошел от престола. Даже на себя и Петрахиль не одевал, даже в рясе не ходил. Просто был как бы такой почетный доктор. Но в церковь продолжал ходить, какая-то была тяжелая такая яма такая была, черная яма, какое-то такое отпадение. Он сам пишет об этом, что отчужденный от Бога, лишенный благодати, я впал в какую-то такую странную, такую страшную, душевную пропасть. Но он ходил в храм, однажды на воскресной, всеночной, он слышал то, что мы сегодня слышали. Это мы слышали еще очень много раз. «Симон Ионин, любишь или мя? Больше, чем они, пачи сих». «Да, Господи, я люблю тебя, паси, овцы моя». Второй раз. «Симон Ионин, любишь или мя? Пачи сих». «Да, Господи, я люблю тебя, паси, овцы моя». «Симон Ионин, любишь или мя?» Обиделся Петр, решила три раза спрашивать. «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, я люблю тебя, паси, овцы моя». Вот он услышал, значит, однажды эти слова, которые сам знал наизусть, и на греческом, и на немецком, на тех языках, которые он знал, там, других, и оно его пробрало, как бы, прям до глубины души. Вот вам вопрос, если хотите, сегодня, дорогие христиане, любишь или меня? Вот Господь Иисус Христос спрашивает постоянно, на службе чаще это бывает, все-таки на службе мы стоим пред лицом Божиим, это всем ясно, это должно быть ясно без вопросов. Где ты стоишь? Пред лицом Божиим. Мы должны ходить перед Богом всегда. Аврааму Бог сказал, ходи предо мной и будь непорочен. То есть, что бы ты ни делал, ходи предо мной. То есть, я везде. Вот такую заповедь получил Авраам. И нам есть заповедь ходить перед Богом. И мы здесь стоим перед Богом. Когда читаем Евангелие, то это все касается нас тоже. Вот Господь спрашивает Петра, Симон, сын Ионы, ты меня любишь? Спрашивает, как бы, и тебя, там, скажем, там, Дарья, дочь Степана. Ты меня любишь? Или там, Иван, сын Михайлов. Ты меня любишь? Ты говоришь, да, Господи, конечно, люблю, но как, что за вопрос? Первая реакция будет, конечно, да, конечно, люблю. Но у нас глубокое сердце. Сердце человеческое глубоко, а то его исчерпает. Глубокая вода сердца человеческие, да, при мудрости, говорит Соломон. Поэтому он спрашивает второй раз, как бы, углубляется в это сердце, говорит, ты меня любишь? Ты начинаешь уже, как бы, так, ежиться, как бы, ну, да, ну, конечно, люблю, но в чем вопрос? Ну, конечно, люблю я, а кого же я люблю? Ну, тебя люблю. Я люблю Иисуса Христа, да, должен сказать человек? Должен. Он спрашивает еще раз, как бы, еще глубже, там, копая туда, вглубь туда, в сердце, ты меня любишь? И человек, да, значит, должен там в глубине, он в глубине сердца говорит, там, я люблю тебя. То есть вот вам вопрос, потому что это вопрос, как бы, касающийся всех людей. Ну, мучеников, конечно, он коснулся внезапно. Когда человеку, там, надо умирать, например, да, ну, за что мне умирать? Я что, вор? Я что, изнасиловал кого-то, значит, за что я что, какие-то секреты государственные предал кому-то или продал кому-то? Я что, что я сделал? За что меня убивать? За что? Говорит, ну, отрекайся от Бога и все. Как я могу отречься от Бога? Ну, как? Как один из мучеников древних говорил, что, ну, вот у меня кожа белая, если была бы черная, как бы я ее поменял? Я не могу кожу менять свою. Моя вера, это моя кожа. Как вы с меня ее поменяете? Никак. Ее можно снять, но ее поменять нельзя. Вот, и нельзя отказаться от Иисуса, нельзя. Этот вопрос и перед нами еще не стоял, братья и сестры. Но перед теми, кто полежал в реанимации, вопрос уже стоял. Сейчас уже многие через реанимацию прошли, но не все все поняли. Некоторые ничего не поняли. Как легли, ничего не понимали, так встали, ничего не поняли. А некоторые поняли, что там тебе задаются крайние вопросы. Зачем ты жил? Что ты сделал? Что ты не сделал? В общем, в конце концов, ты любишь меня, Господь спрашивает? В общем, кого ты любишь вообще? В конце концов, ты хоть кого-то любишь? А в лучшем случае, это вопрос как бы, ты меня любишь? Вот этот вопрос, братья и сестры, сегодня, может быть, есть повод поставить перед собой. Люблю ли я Иисуса? Потому что за Него вообще нужно быть готовым даже и умереть. Он такой ценный, оказывается, что за Него нужно быть готовым умереть. Ну, кто из нас готов? Ну, не каждый готов, может быть, я даже же, никто не готов, наверное. Но когда придется, то те люди, что стали мучениками, они тоже не готовились с детства быть мучениками. Все жили, трудились, молились, как бы, значит, а потом стал вопрос ребром. Ты туда или сюда? Ты с Иисусом или без Иисуса? И Господь Иисус Христос, видите, как Он говорит? Кто любит сына или дочь больше меня, не достоин меня. Кто любит отца или мать больше меня, не достоин меня. Кто ты такой, что тебя надо любить больше, чем папу и маму? Ты кто такой, чтобы тебя любить больше, чем сына или дочку? И кто душу свою не отдаст за меня, не берет крест свой, за мной не идет, тот не достоин меня, значит, он не пойдет в царство. Кто ты такой вообще, чтобы любить тебя так сильно? Больше сыновей, больше дочерей, больше папы, больше мамы, больше души своей Надо любить Иисуса Христа Представляете, это он сам сказал Ты кто вообще такой, чтобы так тебя любить? А потом, поспражда, серьезный диалог такой Это большая борьба, в человеке все происходит внутри И Господь говорит душе нашей, совести нашей, что я Бог твой Я спаситель твой, я тебе даю вечную жизнь Я умер за тебя, я люблю тебя Я драгоценный, ты драгоценный в глазах моих Я за тебя все сделал Я воплотился для тебя, и кровь пролил за тебя, и воскрес для тебя И заберу тебя на вечные эти зеленые луга, которые овечку добрую Будешь жить вечно во славе моей Но ты любишь меня или не любишь меня? Это самый главный вопрос вообще жизни Самый главный вопрос жизни По крайней мере, христиане должны это прекрасно понимать Вот мы сегодня этот вопрос себе задаем опять Что вера, она очень требовательная Вера очень требовательная Вы знаете, почему многие люди не идут в область веры? Начинают там фокусничать, выдумывают там церковь плохая Там те плохие, папы плохие, патриарх плохой Там короче, что там всякое такое ерунду, это все молотит Потому что они чувствуют интуитивно, подсознательно чувствуют Что если я войду в церковь, мне нужно будет полностью поменяться Люди чувствуют это Им никто этого не объяснял, но они это чувствуют А я не хочу Поэтому для того, чтобы оправдать себя И не менять свою жизнь Нужно как-то придумать себе оправдание Церковь плохая, те плохие, все плохие Я, короче, себе жил, как хочу Ну ладно, пусть так будет Господь судья Время оное покажет Некий великий день покажет, кто есть кто Так что, вот, любишь или меня Это вопрос, как бы, ко мне, к моей совести Ты меня любишь, спрашивает Господь Иисус Христос И я должен с ним разговаривать И вас спрашивает Господь Иисус Христос Ты меня любишь, и вам нужно с ним разговаривать А в помощь нам добудут все те страдальцы Которые жили себе и жили А потом тучи над небом, на небе сошлись В черную такую, в черную пелену И перестало солнце светить, как бы И начали людей убивать заодно только то, что они В Бога верят И они не отказались умереть за Бога своего Это великие люди Это самые главные люди нашего прошлого Ближайшие к нам исторически Молитвем всех новомучеников и исповедников Милосердный Господь Да сохранит нас от нестерпимых бед Невыносимых болезней От безверия и разврата И от всего безумства, которое царствует над большинством людей И да даст нам Господь дожить свою жизнь по-божьему И умереть по-божьему И зайти в рай, и жить вечно Аминь Христос воскресе! Аминь 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 Аминь